здравствуйте я извиняюсь вы звонили я был в разговоре я звонила я сейчас разговаривала с юрия белоросами я переключилась надо было не переключаться бы я понял что вы заняты разговором уже я хотела сбросить и вместо того чтобы сбросить я переключилась первым днем весны вас так же вас так же что сигарем никаких новостей никаких у нас связи нету с ребятами вот чем дело его подчиненные вот мы переписываемся каким образом они мне пишут под роликами секундочку секунду секунду белорус я прошу прощения просто бабай позвонила искандер и я вместо того чтобы сбросить я нажала окей получается что я вас сбросила случайно юра юр это я виноват алла тут ни при чем это я вот прошу прощения юра что так получилось может быть сейчас еще встретимся я так вышла случайно да я слушаю вас из канала у нас связь такая что ребятки пишут и сам гарик и игорь сам писал под роликами комментарии так мы связывались последнее что я написал ребятам они написали мы уходим уже связи не будет я надеялся что они успеют прочитать написал говорю пришлите мне данные игоря чтобы фамилии имя отчество мы бы нашли где и чё в каком госпитале можно было бы найти но связи нету поэтому пока пока ждем пока ждем понятно 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 посмотрим я очень надеюсь что все будет хорошо с игорем потому что я тоже я тоже надеюсь что все с ним будет хорошо и что он как бы все будет нормально юра белорос добавьте пожалуйста свою ссылочку еще я вам дала модератора добавьте пожалуйста ссылочку носить на свой канал юрий юра белорос он же сейчас но по новый канал и свои вот я знаю я уже подписан на него и поэтому большая просьба если есть возможность как бы вот помочь потому что человек только начался сами знаете когда мы начинаем только вот по ночью до года я понимаю учивать канал то есть здесь здесь нужна поддержка как бы нас всех потому что но если не мы то кто то есть понятно что человеке сам раскрутиться но зачем долго мучиться если можем зачем друзья в таком случае зачем друзья в таком случае сейчас я и я найду его новую ссылку сейчас 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 я вот нашел я сейчас свой юра если слышит меня друзья вот ссылочка на юрия белороса у это новый канал его пожалуйста я он сейчас не на стриме или на стриме они он не на стриме как раз разговаривали а давайте я как раз и вам и это что он то что юра спросил я сейчас расскажу это как бы это то на его вопрос отвечу и одну за заодно это будет и для вас и для вашего чата это все будет вместе то есть был съезд позавчера был съезд приднестровье на котором съезд народных депутатов приднестровье на котором они приняли решение о том чтобы они обратились в в инстанции то есть российской федерации они обратились в оон они обратились в обсе в красный крест в европейский в европарламент с с просьбой о защите и о том чтобы повлияли на правительство молдовы которая устроила геноцид в отношении граждан именно граждан приднестровье потому что молдова молдова блокирует лекарства блокирует продукты питания блокирует медиками медицинские препараты которые нужны для операции к для больниц все что надо поэтому они сейчас как бы как бы себя о себе заявили и о себе вот сказали что вот мы такие вот мы есть мы просим помощи это то что было на съезде в приднестровье и поэтому получается что люди как бы вот они о себе заявили и ждали многие ждали что вчера путин бой что-то скажет о приднестровье но путин вчера решал чисто внутренние вопросы россии на своем обращении за к собранию и ска ничего никому ничего ничего не говорила приднестровье то есть вот то чтобы то что касалось приднестровья да вот когда в приднестровье вот вот эти события произошли этот съезд и мы обсуждали с вами по моему тоже говорили об этом нет не сне я не говорил с вами я был у вас на стриме и слушал ваши ответы вам задавали вопрос ваш чат у меня на в чате тоже был вопрос такой что спросили будет ли говорить за приднестровье путин я сразу сказал что нет он не будет об этом говорить это обращение к собранию это это внутренние вопросы это что сейчас разгоняется вот эта тема смотришь на ли новостные ленты и пишут что во своем обращении путин угрожал европы европе блин ядерным оружием против против единственное что он сказал что у нас все есть у нас это все достанет до туда докуда мы хотим и и я вам покажу сармат там у многих конечно сразу одно место так вот прямо взялась взялась а потом он добавил на боевом дежурстве я вам покажу эти ракеты были ничего другого он не говорил все перевернулись ног на голову абсолютно вновь во многих странах вообще на вчерашний день никакой реакции я был я разговаривал с прибалтикой я разговаривал с италией я и вот в италии с италией разговаривал газ конец виталий и там в новостях не было ничего то есть тишина полная про прибалтов я там и не удивляюсь они чуть может быть от дупляться недели через три и напишут по итогам обращения что-то медленно а этот вот насчет того что сказал macron он сегодня опять-таки бьет себя пятками в грудь и говорит да я поднято от своих слов не отказываюсь и я готов идти то есть послать французскую армию послать на украину ну посылай посылай без проблем я сидел смеялся просто к от того когда я слушал его этот первый его речь было достаточно неприятно услышать его в этот лозунг пол вперед давайте а потом я начал смеяться над темной над реакцией западных государств на его речь они сказали ты 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 и ну-ка 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 иди 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 ты хочешь иди а мне понравилось сегодня я разговаривала с одним белорусом у меня белорус забежал я ему сейчас дам модерку чтобы видеть его приветствую юрий рад тебя видеть приветствую рад да я тоже не попался сегодня мужчина с белоруссии не блогер то есть обычный человек и он говорит да говорит мы здесь белоруссии то есть мы с ребятами здесь вот разговаривали и мы сказали пускай они скажут какой им город не нравится какой населенный пункт на украине им не нравится и пускай туда вводит войска ну и и заранее пускай объявит что вот мы вводим войска вот в такой-то населенный пункт то есть какой город им не нравится пускай объявит чтобы россия знала какой город стереть с лица земли типа такого надо уничтожить пускай вот именно скажут куда куда бить я не знаю у кого это было кто-то кто-то сказал одну фразу я тоже бы я вызвал я прям перед экраном высыл выпал в осадок он говорит ну как ну хорошо вы сейчас пришлют говорит европу пришлют свои войска проблема говорит есть одна ведь мы их как говорит уже потом вертикально будем хоронить место нету нет это 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 было бы смешно это это было бы смешно если не было так грустно так грустно да это это кощунственно какой канал у искандера это пока канал бабай как канал бабай какой как какой канал у искандера бабай так и называет и выбраться бабай он латиницей и лучше всего забить . 125 тогда сразу попадете на мой канал так сейчас друзья у я кто я не думаю что кто-то из моих подписчиков не знает аллу нашу спасибо большое за ссылочку на бабай спасибо огромное так вот вот я сам друзья вот ссылочка на аллочку это человек которого я очень-очень люблю по-отцовски я так же я так же нет-нет-нет-нет-нет-нет вы вы можете к попал 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 как дочка молодой папа да еще нормально нормально и нормально вы выживаете в каком возрасте я уже был готов где-то родному это шутка это просто наши отношения я очень тепло отношусь кали серьезно есть есть если носить на полном серьезе это мы пошутили немножко отвлеклись вашему чату самые самые наилучшие пожелания и из ташкента прям с любовью и с теплом спасибо спасибо огромное вам вообще молодой я хочу чтобы в приднестровье тоже было спокойно потому что если что-то там начнется это никому не нужно и все прекрасно понимают что если начнется то это будет достаточно жестко не дай бог у меня сегодня вот эти все новости я забыла сказать сейчас я доскажу у нас сегодняшнего дня с марта месяца вводится новый предмет в школе который на котором будут рассказывать о тех всех ужасах советской оккупации на территории молдовы то есть это будут именно рассказывать и помимо этого было дано указание министерства оборудования министерства образования газ конец здравствуйте я вас тоже очень рада видеть у вас башен аллах картинка пропала не я вас вижу все нормально я вас не вижу у меня вместо вас к квадрат малевича да но она я бы я быстренько да скажу просто да и получается что у нас что и помимо этого еще типа классных часов провести на которых надо было те раз вообще все пропало и звук теперь пропал сначала картинка теперь звук непонятно окну чушь ладно или пока позвонить чтобы попробовать что случилось виталий приветствую дорогой газ конец рад тебя видеть так ватя пупкин привет так вот вернулась картинка и в один картинку еще вот и картинка и все вернулся да и дополнительные классные часы на которых надо будет рассказать почему возник конфликт на территории приднестровья кто был инициатором и так далее то есть это получилось знаете как получилось получилось получается таким образом что эти классные часы это будут проводить комбатанты таких у нас называют это тех это участники боевых действий в приднестровье именно в девяносто втором году а что они будут рассказывать это понятно да это понятно что уже понятно то есть то есть получается сейчас на данный момент готовит молодежь готовит население к тому что то есть уже к брата убийственной войне то есть получается что если до сих пор об этом не было никогда не говорилось ну так может быть где-то вскользь кто-то когда-то что-то то сейчас на данный момент это бой это будет именно усиленная направленность для того чтобы это в старших классах будут проводиться естественно для того что для того чтобы просто вот настроить людей против русских против против приднестровцев то есть уже уже как бы создать образ врага это будет для того чтобы создать образ врага поэтому это конечно же это конечно же плохо это конечно конечно же страшно но к этому это то что это то что сейчас вот у нас происходит на данный И плюс ко всему, у нас решили, наша президентша решила, что на президентских выборах в этом году она обкатает новую методику голосования, то есть голосование по почте, и это будет проводиться в больших странах, в которых люди не могут доехать до избирательных участков. И эти большие страны, как вы думаете, какие? Не Россия, это конечно же. Это будут Штаты и Канада. А что же такая Россия, такая дискриминация? Это дискриминация не России, это дискриминация своих же сограждан, которые живут в России. А потому что в России никто не будет голосовать за нее, зачем ей это надо? Прошлые выборы, когда были, вот прошлые выборы, когда были президентские, на всей территории России было открыто 15 избирательных участков. За Уралом их было всего два, Искандер. Два участка за Уралом. Один находился в Сургуте, второй находился в Красноярске. Все, больше не было ни одного участка за Уралом. То есть люди, которые живут во Владивостоке, Петропавловске, неважно, в других, Барнаул и так далее. То есть люди, которые живут за Уралом, им для того, чтобы проголосовать, надо было ехать в Красноярск или в Сургут лететь. Это не ближний свет, это совсем далеко. А в одном Милане, в одном Милане было открыто семь участков. Семь в одном Милане и два за Уралом. И где справедливость? И потом говорят, почему вот задаются вопросы, вот как так получилось, что вот ее выбрали. Вот ее выбрали там, в Милане ее выбрали. Во всех остальных, которые там живут, которые даже уже имеют другое гражданство, но им разрешили голосовать по просроченным документам. Понимаете? То есть люди, которые давно уже не граждане Молдовы, они когда-то были граждане Молдовы, они получили итальянское гражданство, испанское гражданство, гражданство Соединенных Штатов. Им получается, что таким образом, им разрешили по просроченным, по тем документам, которые уже недействительны, им разрешили по этим документам голосовать там, не в России. В России так нельзя было сделать. А вот именно там они разрешили. И когда на это указывали, вот мы когда от партии подавали, вот юристы составляли документы, составляли жалобы, обращения в Европарламент, в Венецианскую юридическую комиссию и так далее, никто не обратил на это внимания. Поэтому что будет сейчас в этот раз на этих выборах, ну я даже не знаю. Без понятий. Понятно. То есть то, что есть вероятность того, что Санду очередной раз станет президентом, да? Ну если сейчас разрешат еще голосовать по почте в Штатах, ну тогда больше здесь делать нечего, просто-напросто. Будем бороться до конца, если не получится, тогда уже будем решать. Попробуем бороться? А что делать? Кто, если не мы в таком случае? Понятно. Спасибо за информацию. Ладненько. Будьте здоровы. Рад был видеть вашего чата. Еще встретимся. Пока-пока. 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 Пока-пока.